Больше двухсот школьников села Интымак Туркестанской области вынуждены учиться в десяти кабинетах. В этом году один из классов переделали в столовую и за партами стало еще теснее. Учителя уже не знают, каким образом разделить детей, чтобы все поместились. Само здание при строительстве вообще-то планировалось как административное. К тому же за три десятка лет оно ни разу не видело капитального ремонта. Агирин Бухтаева покажет, как оно выглядит. Учащиеся школы имени Султана Искакова оборудованные и просторные кабинеты химии и физики видели только в кино. Торжественные линейки проходят в узких коридорах, а дискотеки и концерты возможны лишь в теплое время года, так как актового зала здесь нет. Здание 34 года назад строили как административное для фермеров. И за все это время оно не видело капитального ремонта. Учителя и родители своими силами пытаются латать дыры на крыше и в полу, но этого все равно недостаточно. Каждое лето мы всем селом думаем, как отремонтировать нашу школу. Вместе с учителями меняем частями шифер. Но в одном месте сделаем, в другом течет. Полы гниют. Недавно разобрали одно заброшенное здание. Хорошо. Много материалов для школы использовали. Но все равно дожди пойдут, опять все будет течь, сыреть и гнить. В школе получают образование 205 детей. Из-за нехватки мест учащиеся 10 и 11 класса вынуждены ездить на учебу в соседние аулы. В коридорах особо не разгуляешься, так как часть пространства пришлось оборудовать под учительскую. В этом году из-за нормы об обязательном питании для учеников начальной школы педагоги лишились еще одного из 10 кабинетов. Его переоборудовали под столовую. Администрация снова в раздумьях, каким образом вместить всех детей. Если в одном классе 25 учеников, то у нас нет для них такого большого кабинета. Мы в один даже не можем вместить 19-20 человек. Поэтому делим их на две группы. Получается в одном классе по 12 человек. У нас во втором, третьем, четвертом классах по две группы. Когда на улице тепло, физкультурой занимаемся на улице, на спортивной площадке. А зимой играем в шахматы, шашки, тугускумалак. Сельчане давно просят построить им новую школу. Родители с этой просьбой не раз обращались к сменяющимся Акимам области. Так, три года назад им рассчитали, что здание обойдется бюджету в 981 миллион. За три года стоимость проекта на 200 мест выросла до 1,642 миллиона в тенге. Строительство школы вынесли на рассмотрение предстоящей сессии Маслихата. Если строительство одобрят и выделят финансирование, то, возможно, работы начнутся уже в этом году. И планируем в следующем, к началу учебного года, ввести здание школы в эксплуатацию. Если областные депутаты одобрят проект, то, возможно, дети Интымака наконец увидят просторные оборудованные кабинеты, актовые и спортивные залы. Ну а если нет, придется тесниться и дальше. Айгирин Бухтаева, Бек Абиев, Николай Колесниченко, КТК, Туркестанская область.